Наши коллеги защищали себя и вверенное им оборудование, как могли. В то время, как мужчина в черных очках пытался вырвать видеокамеру из их рук. Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье в городе Карасу Ожской области. В этот день избирали депутатов местный кенеж. На участке 52-66 неизвестные попытались помешать субкоры и операторы телеканала НТС проводить съемку. А еще в угрожающей форме потребовали удалить весь отснятый материал. В тот же день Центр избиркома отправил в МВД запрос вместе с видео с просьбой разобраться в ситуации. Министерство внутренних дел официально от меня заявление ушло, чтобы они обратили внимание, рассмотрели, нашли, дали оценку и ответили нам. Если в случае наличия реальной угрозы в работе журналистов, чтобы они прилегли к ответственности, как требует закон наш. До настоящего времени ответа не поступило от Министерства внутренних дел. Это последнее, что я узнала, что находится в руководстве на подписи. Как сообщили в ЦИКе, МВД должно было ответить двумя днями ранее, а именно в день самих выборов, так гласит закон. Эти неизвестные мужчины набросились на наших журналистов у неизбирательного участка, на улице. А средить за порядком на этой территории обязаны с правоохранителей. В самом министерстве сказать, что РИБа по данному вопросу не смогли. И адресовали наш запрос в управление внутренних дел Оржской области. Там же сказали, что об обращении ЦИК ничего не знают. Ответили, что к ним поступило и заявление лишь от САПКОРа НТС. Только вчера мы получили заявление от журналистка Алтумишбаева Гуджена. Она пишет, что препятствует от этих журналистов неизвестные граждане. В настоящее время, значит, по поводу инцидента проверяются все доводы там. Мы покажем, проверяемся на такой стадии. Поэтому уточняем, что это граждане там. Вчера только после обеда не получили заявление. Отметим, по закону журналисты имеют право проводить видео и фотосъемку избирательного процесса. Если, конечно, свои работы пресса не нарушает тайну голосования, объяснили нам в Центризбиркоме. Ничего подобного в действиях корреспондентов не было. К тому же инцидент произошел на улице. Как пояснили правозащитники, САПКОР и оператор НТС ВАШ праве требовать привлечь к ответственности этих неизвестных вплоть до суда. Вы можете обратиться с такой жалобой и в прокуратуру, потому что это они обязаны тоже надзирать над деятельностью органов государственной власти. В том числе и по отношению к... Просто видите, как члены избирательной комиссии, они не являются государственными служащими. И здесь по факту, даже вот возможной порчи у вас мы там видели, да вы можете обратиться в МВД. И неважно, это их юрисдикция или нет, они по факту должны принять ваше заявление. А потом вы можете обратиться в суд. Пока правоохранители отмалчиваются, появилась информация, что нападавший мужчина в черном, никто иной, как консультант одного из депутатов Чукор-Кукинеша. Завод его Муртазарик Узубаев, по крайней мере, опознавшие его, назвали такое имя. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС.